Девушки, можно прям... 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 Состав Тинько... На воротах... Илья Суздальцев... Полевые... Номер 1 Константин Романов... 15-й Виталий Куликов... 28-й Григорий Горелик... А сейчас... Выходит вперед... Инлайн... Групп! Ну так вот, у нас автором завитого мяча стал Сергей Денисов с передачи Виктора Чуприны Засвучим все-таки до конца состав Тиньков Остановились мы на Горелике 99-й Родион Пучков Без номеров играют Артур Мукобенов, Эдуард Музычук, Павел Сорокин и Павел Новиков Право на штрафной получает Тиньков Да, свободный удар Поправлю сам себя Интересно разыграно, можно было и Гол забить Но здорово Интересно, необычно Понравилось больше всего в этом свободном Что то, что было задумано игроками, то у них и получилось сделать Такое бывает нечасто Может быть такое взаимопонимание важнее, чем Сиюминутный результат, в конце концов еще 13 минут есть у команд Ставим! 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 Слишком легкий удар, на точность здесь тяжело застать галкипера врасплох. Свободный удар, но, естественно, ничего больше этого здесь быть не может, потому что игрок головой выскакивал из-за спины защитника, при том голова-то у него была приблизительно на уровне пояса, ну может быть чуть выше. Ну, в общем, такой абсолютно игровой эпизод, когда футболист инлайн рисковал, а защитники просто его не видели. Ошибка при вводе мяча с линии поля. Главой. Глава. Заключительные 20 секунд первого тайма. Ох, какой хороший дриблинг в центре поля. Вот нарушенные правила были только здесь. Ну все, ждем второй тайм. 1-0 инлайн впереди по Фалану 2-2. Продолжается матч. Второй тайм вновь на поле Теньков и инлайн. Случайно получилась рифма. Не самая оригинальная. 1-0 инлайн впереди. Ну что ж, первый тайм был плодотворный. Инлайн атаковал больше, смотрелся более целостно. Теньков пытается играть за счет взрывов, индивидуального мастерства, дриблинга, притом такого, который начинается приблизительно в центре поля. И стремится продолжаться прямо до чужих ворот. Командную игру мы увидели в, пожалуй, единственном эпизоде, когда Теньков получил право на свободный удар. И два футболиста придумали такой очень хитрый розыгрыш. Самое главное, что не только придумали, но и смогли его выполнить и довести дело до удара. Не забили, но было неплохо. И вот хорошая комбинация. Очень простая стеночка. Не хватило еще одного игрока на ближний к Намбровке, ну или вообще любого другого партнера в этой комбинации. Ну, такие парашюты тут точно не пройдут. Может быть, в большом футболе, где ворота значительно шире, можно так поймать на противоходе вратаря. А еще если он вышел далеко из ворот, то тем более возможно. А у нас в таких случаях можно рассчитывать только на ошибку, но в ней у нас случаются крайне редко. выход один на один и очень точный удар. Неожиданно он получился, стремительно. Но вот опять же за счет индивидуального мастерства здесь нужно отметить хороший прорыв 11-го номера. 1-1 равный счет и смотрим внимательно, что будет дальше. Нарушение правил. Желтая карточка. Абсолютно логично. Срыв потенциально опасной атаки. В стенку пришелся удар. Искар. Не-не-не-не, дурно оставать. Хорошо. На наших еще и промежуток. На ваших столик. На ваших столик. Большой. Давай на ваших столик. Давай, давай, давай. Здесь куда? Да. Ну вот замены активно проходят в составе Тинькофф. Вливают свежие силы. Наконец-таки сегодня собрались с более-менее привычной скамейкой. Должно пойти на пользу явно. Да и уже идет. 15 минут сыграли, пока определенная свежесть в действиях прослеживается. Хорошо. Хорошо. Такое. Такое. Угу. Играет музыка. Играет музыка. Хороший отбор в центре поля. Даже серия отборов. Мяч в итоге достается инлайну. Очень быстро, даже еще быстрее, чем сейчас. Нужно возвращаться Тиньков к своим воротам. Сейчас сложно определить, кто больше нервничает. Мне кажется, что больше суматохи в рядах Тиньков. Все время-то еще очень много впереди. Но дело в том, что все чаще совершают они ошибки. И самое печальное для них, что ошибки из-за того, что нет вариантов для атаки. Не видно партнеров, которые могут сделать пас вперед. Вот этого и нервозность. Никто не хочет брать на себя игру и принятие решений. Играет музыка. Попытка быстро атаковать инлайн. Диагональ через все поле. Как здорово подключаются игроки к этой атаке. Ну давайте посмотрим ответ Тиньков. Сразу то, о чем я говорил. Развивать атаку. А куда? Все передачи вперед отдаются с очень большим риском. Вероятность потери в каждой такой передаче очень велика. А инлайн зарабатывает право на еще один штрафной. По фолам 3-4. У Тиньков меньше. Дай мне лёг, дай мне лёг. Здорово. Снимем, снимем. Давай, давай. Кококов. Вот у вас свой. Бой ворот, бой ворот. Сюда. Бой ворот. Не взял, не взял. Вот, где. Раз. Во, во, во. Вперед, вперед. Вперед, вперед. Вперед, вперед. Счетное нарушение правил. Пятый фолл у инлайн. Пятый фолл – это опасно. Такой плотности борьбы. Сейчас наверняка футболисты Тиньков будут идти в дриблинг. Так у них это неплохо получается. И почти все эти пять фолов как раз были заработаны инлайн в результате того, что фалили они. Когда не могли отобрать мяч в индивидуальных единоборствах. Кулатом одна желтая карточка и фолл. Показаны за срыв атаки. Но все остальное, мне кажется, это именно результаты дриблинга Тиньков. Ну вот здесь можно и контратаку развернуть. Нет, далековато. За спину уже всем убежал. Десятый номер, хотел перейти на тот же фланг, что и игрок, владевший мячом. Но, в общем, недопоняли друг друга. Еще один опасный момент. Вот в последние минуты защитники Тиньков заметно злоупотребляют тем, что играют по позиции, когда нужно было бы сыграть по игроку. Но вот обратите внимание, очередная атака, казалось бы, по количеству футболистов равная у тех и у других. Но при всем при этом инлайн-овцы свободны. Вот это, конечно, не самый показательный момент. Но вот если пролистаете назад запись матча на пару минут, то заметите наверняка такие моменты. Ну все, вернулись. Большая команда на поле. Большая команда на поле. Заброс снова вперед. Теперь уже вообще без центра поля. Нужно заканчивать дело с ударом. 15 секунд. Заброс головой в штрафную. Контратака 2 в 2. Ну, здесь вернулись еще два защитника у Тиньков. 6 секунд. Давай, 5 секунд! Пусти! Тайм-аут берет инлайн. Первый раз у нас такой, чтобы за одну секунду брали тайм-аут. А, за 5 сотых секунды. Тайм-аут берет инлайн. Тайм-аут берете инлайн. Тайм-аут берет инлайн. Ну что ж, возвращаются в какую-то песню такое было, что возвращаются для того, чтобы снова сразу уйти. Вот так же и наша команда на 0,05 секунды вернулись на поле. Все, заканчивается основное время матча. Нас ждет серия пенальти.